Изобретательность нынче не та черта, которой обладают жулики. Возможно, они руководствуются старой доброй пословицей «Будь проще, и люди потянутся». Вот и еще одна история. 29-летний житель Витебской области подозревается в краже проданного им же автомобиля. В октябре новым владельцем BMW 530 GT стал минчанин, который вскоре лишился спортивного автобизнес-класса. Практически сразу по подозрению в хищении был задержан бывший владелец машины. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, но что интересно, вернуть BMW хозяину навряд ли удастся. А вот почему, выяснил Владимир Королев. Роскошный спортивный бизнес-класс BMW 530 GT был гордостью нового хозяина не больше месяца. Не так давно минчанин купил этот полноприводный лифтбэк стоимостью 50 тысяч долларов у жителя Витебской области. Но старый хозяин, по-видимому, не готов был расстаться с баварским авто. «После продажи автомобиля, обвиняемый, используя заранее изготовленный им дувлекат ключей, похитил данный автомобиль со стоянки одного из торговых центров. После чего похищенный автомобиль перевез в Витебскую область, где спрятал его на территории одного из гаражных кооперативов». Сейчас автомобиль находится на экспертизе, во время которой следователи установили, что BMW краденый дважды. Подозреваемый был арестован до выяснения всех обстоятельств. «В ходе расследования уголовного дела следствием были получены данные, что проданный обвиняемым автомобиль числится в розыске в Российской Федерации. Вин номер на автомобиле изменен. Проверяется информация о причастности данного мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Республики Беларусь». БМВ числится в розыске лишь на территории России в базе угнанных авто нашей страны. Такой машины нет. Поэтому «Баварский лифтбэк» без каких-либо проблем поставили на учет в Минске. Теперь угнанная машина по закону должна быть возвращена первому владельцу на территории России, который и подал заявление об угоне. Украл ли подозреваемый автомобиль дважды или, по иронии судьбы, похитил уже угнанную машину, установит следствие. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело. За кражу, совершенную в особо крупном размере, подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.